Добрый день, коллеги! В этом видео я приготовлю очень простой ржано-пшеничный хлеб, орловский, двухфазным способом на спелом тесте. Рецептура приведена на 1400 грамм муки, что будет соответствовать двум хлебным формам размера L6. В спелом тесте сбраживается 25% от муки на выпечку, а спелым тестом является, по сути, закваска влажностью 70%, которая готовится с добавлением соли в количестве 2% к весу муки в закваске. Поскольку я по традиции пользуюсь стартером влажностью в 150% из холодильника, то для того, чтобы вам перейти от стартера влажностью 100% к влажности 150%, добавьте к весу вашей закваски 25% воды. При использовании ржаного стартера из холодильника начальная температура спелого теста будет задаваться тёплой водой около 45 градусов Цельсия. Время брожения спелого теста составляет от 20 до 24 часов при температуре 27 градусов Цельсия. Для улучшения брожения желательно оставить небольшой приток кислорода к тесту. Добавление варёного картофеля в количестве 5-10% к весу муки на выпечку позволяет существенно улучшить качественные показатели хлеба, а также самое интересное – это существенно продлить срок его хранения. Итак, пюрируем 140 грамм варёного картофеля. И несмотря на то, что в оригинальную рецептуру картофель не входит, с моей точки зрения последний является просто улучшителем, его можно добавлять к любому ржаному или ржанно-пшеничному хлебу. Разводим в тёплой воде соль, патоку и дрожжи. Патоку можно заменить солодовым экстрактом в количестве 80% от положенной по рецептуре патоки. Спелое тесто обладает высокой кислотностью, но невысокой подъёмной силой, поэтому необходимо применить хлебопекарные дрожжи в количестве 0,7 грамма на 100 грамм муки. Ну вот, спелое тесто бродило у меня в термостате при температуре 27 градусов Цельсия в течение 21 часа. Если у вас нет возможности поддерживать температуру в 27 градусов Цельсия, то я бы даже не рекомендовал вам готовить хлеб по этой технологии. Температура брожения закваски играет существенную роль в образовании и формировании вкуса будущего хлеба, поскольку при низких температурах брожения прикомнатных у нас будет увеличиваться количество уксусной кислоты в закваске, при высоких температурах брожения близких к 30 градусам Цельсия, будет повышаться количество молочной кислоты в закваске. Молочная кислота отвечает за липкость мякиша. Чем больше молочной кислоты, тем менее липкий мякиш. Уксусная же кислота отвечает за аромат будущего хлеба. При 27 градусах брожения закваски мы приходим к некому оптимуму между молочной и уксусной кислотой, то есть хлеб будет с одной стороны ароматный, а с другой стороны мякиш будет нелипкий. Вот именно поэтому так важна поддерживаемая температура брожения закваски. Замешиваем тесто. Хлеб орловский состоит на 30% из муки пшеничной второго сорта и на 70% из ржаной обдирной муки. При необходимости добавляем чуть-чуть воды. Тесто готовим для формового хлеба, поэтому оно может быть мягкой консистенцией. Существует мнение, что при приготовлении хлеба двухфазным способом, закваска и тесто, основной вклад в аромат и вкус будущего хлеба вносит закваска. То есть ошибки её ведения, такие как неправильная температура, неправильное время брожения, уже будет невозможно исправить на этапе теста ведения. Температура брожения теста должна составлять 28-30 градусов Цельсия. У меня получилось 27 начальная температура теста, поэтому тесто я подогрею в духовке в режиме конвекции буквально 4 минуты при температуре 30 градусов Цельсия. Время брожения теста составляет 1,5 часа. Такой двухфазный способ приготовления хлеба не является ГОСТовским, не используется на предприятиях. Это будет у нас кустарный способ приготовления. На предприятиях, если используется спелое тесто, то ржаной и ржано-пшеничный хлеб готовятся двухфазным способом. То есть сначала ставится опара, а на опаре тесто. Тем не менее, приведенная мной технология в этом видео позволяет в домашних условиях получить хлеб очень высокого качества при минимуме усилий. И не специалист, разницу между вот таким вот двухфазным способом безопарным и трехфазным с опарой скорее всего просто не заметят. Перекладываем тесто в формы. Формы я смазал топлёным маслом. Оглаживаем заготовки сверху для того, чтобы придать им выпуклую и гладкую форму. Окончательная расстойка тестовых заготовок занимает от 45 до 60 минут при температуре более 30 градусов Цельсия. Для этого наливаем в поддон горячей воды и заготовки расстаиваем сверху над паром, что позволяет создать необходимый температурный режим. Ну и позволю себе ещё раз напомнить, что отечественный хлеб никогда не расстаивается при комнатных температурах. Перед посадкой в печь спрыскиваем хлебные заготовки водой. Первые 10 минут выпекаем в хорошо прогретой духовке при 260 градусах Цельсия и допекаем 45 минут при 200 градусах Цельсия. За 3 минуты до выемки заготовок из печи целесообразно их спрыснуть водой для придания глянца верхней корочке. Ну и после выемки из печи остужаем хлеб на решётке. Ну вот, несмотря на простоту приготовления, спелое тесто в совокупности с добавлением варёного картофеля позволяют получить хлеб в домашних условиях очень высокого качества. На этом я с вами прощаюсь и до следующего раза.